Итак, Volkswagen Polo, моего студента, который разбирает сейчас свою двенашку. Попрошу его выполнить эту работу самостоятельно и посмотреть, как он с этим справится. Может быть, я что-то не так сделал? Я помню, что они вроде вот так снимаются. Видно, шестигранник? Все, по ручке-то задрожали, все посыпалось. Да, конечно, нюансики есть по выполнению работы. Так, на начало уже не очень. В машину не попасть. А так все хорошо. Попробуем с другой стороны. Шутенько. Здорово всем! Сегодня будет очередной день автомеханика. Запечатлением автосервис, так сказать, изнутри. Я буду вашим проводником в это дело. Посмотрим, что такое вообще работа автомеханика, с чего она состоит, что нужно делать, с какими сложностями мы сталкиваемся, как мы с ними справляемся. Погнали! Итак, Volkswagen Polo. На нем мы поменяем, значит, опоры амортизаторов, соответственно, подшипники опор амортизаторов и задние силинблоки передних рычагов. Работы мы выполняем эти по рекомендациям другого автослесаря. Почему мы их меняем, пока непонятно. Что-то, если бросится в глаза, мы расскажем. Если ничего не бросится, то, в принципе, поменяем и забудем. Так как сегодня загрузка сервиса не такая большая, я, возможно, попрошу моего студента, который разбирает сейчас свою двенажку, попрошу его выполнить эту работу самостоятельно и посмотреть, как он с этим справится. Чтобы долезть до опор сверху, здесь нужно разобрать жабу. Здесь придется снять дворники. Я думал, ты его так же снимешь, как первый, а ты его куда-то... Трапеция доживает после таких воздействий. Ну-ка, может быть, я что-то не так делаю? С большими усилиями, с силиконом, с монтажкой удалось все-таки оттуда изъять. Колесо одето, лучше сейчас открутить ступичную. Она самоконтричься вот этими своими маленькими. Она одноразовая? Ну, вообще, да, одноразовая. Упирается там в грани шлицевую на подшипнике, и в эту сторону она закручивается, а в обратную упирается. Ее нельзя затягивать сильно, потому что диаметр самого, видишь, шруса, то есть он маленький, не вот этот вот дыл, который обычно торчит. Резьба срывается на раз, два, три. Надо что-нибудь подвесить сюда же. Дай приезжай. Что, не работает? Какая? Я помню, что они вроде вот так снимаются. Все, выбился? Да, это хорошо, что он выбился, что он закис на этих шлицах. Надо будет помянуть. Да, помазать обязательно. Ну да. Так, разъединил, кулаку ничего не держится, к амортику ничего не держится, ну, кроме висящего суппорта. Сейчас мы его как раз таки перевесим, куда-нибудь в другую сторону. По-правильному будем, типа, разбирать. Головька 21, ключик на 7, чтобы бежать штоп. Смотри, у нас есть ключ на 10 еще. О, тоже неплохо. Не в этом случае. Так, пружина сжата, ближе, я же надеюсь, да? Сжата не очень, смотрю, потому что что-то ничего не болтается. Еще подкачать. До предела. Как бы что-то зашли, уже неплохо. Нужно оценить их по состоянию, получается, старая, она чуть просела, вот новая. Получается, она чуть выше, вот эта нижняя юбка, она просела. Насколько это критично, и издавались ли какие-то стуки в подвеске, не факт. Кстати, хороший повод написать в комментариях свое мнение по поводу вот такого износа. Будет ли издавать какие-то стуки, посторонние звуки, это опора. Как думаете? Нам сказали, мы меняем. Проверим амортизатор, покачаем его. Нет ли там в нем люфтов, еще чего-то, возвращается там, газовый упор присутствует. Сам возвращается? Да, сам возвращается. Ничего не люфтит, ничего там не пробивает? Нет, вообще прекрасно. Упирается жестко все дела? Да. Значит, рабочий. Значит, аморт целый, рабочий. Меняем опоры, подшипник, и все, собираем назад. Едем из шестигранника. Все, хватит. Так, все, можно потихоньку. Он тут совместил, сверху там все стоит. Давай, отпускай туда. Все, кладись, будем заниматься сейчас этим рычагом с анимблоком. Саленблок, если его так напрячь, видно, да, что вот здесь вот уже он начинает наполовину отрываться. По вот этому саленблоку, потому что у него немножечко другой принцип работы, и сам саленблок, в принципе, другой. И, в общем, его хватает на дольше. По меткам, короче, вот здесь стрелочки на этих саленблоках. Здесь на вагах очень удобно, что здесь, видишь, две точки стоят. Стрелочку совместить, ну, грубо говоря, с этой точкой. Метишь саленблок и метишь точку на рычаге. Раз. Здесь, допустим, типа два. Допустим, здесь тоже, видишь, разница вот этих штук резиновых. Поэтому это тоже надо отметить, что, например, вот этой частью саленблока надо ставить сюда, например. Но не в нашем случае, потому что у нас саленблок другого типа. Это, возможно, от другой версии автомобиля, возможно, от какой-нибудь там Ауди, еще чего-нибудь. Он уже усиленный, и подвеска будет немножечко пожестче. Он более износостойкий. Поэтому его метить не надо. Он и так залит и круглый. И поэтому выпрессовываем этот, и этот просто запрессовываем. Как бы верх-низ разницы нет. Поэтому, допустим, вот так. Помните еще вот эту глубину запрессовки, так называемую, чтобы здесь и снаружи было примерно одинаково. Так, запрессовывать откуда тоже имеет смысл. Ну, здесь вот, получается, все грани, они немножечко под конус. Это хорошо. Но на рычаге, видишь, здесь прям вообще конусное, да, отверстие. А с другой стороны оно ровное. То есть нам будет, получается, проще запрессовывать его, естественно, с этой стороны. Это тоже может быть на каких-то рычагах важно. Обтяжки сайлентблоков, короче, вот этот, в принципе, можно затягивать сразу. Вот этот, да, надо затягивать под нагрузкой. Но, в принципе, можно выставить рычаг ровно сейчас, грубо говоря, в рабочее его положение. То есть, ну, примерно вот так вот притянуть. Так, попытка. Ой-ой-ой-ой, ну-ка, давай еще. Нет, не прикручиваются, да, не прикручиваются. Ой-ой-ой. Так, давай поджимай. О, все, посыпалось все. Все, ручки-то задрожали, все, посыпалось. Давай-давай. Открути-ка. Вот теперь в другую сторону, давай. Давай-давай. Все, хорош. Все, осилил. Все. Тут повезло. Так, для установки жабу воспользуемся силиконом. От силикона вытрем, чтобы эти дворники не размазывали щетки. Вот такая обезжирка. Чтобы обратно эти дворники поставить, поводки, надо моторчик вернуть в свое штатное положение, в котором они лежат внизу в жабу. Поэтому надо сейчас включить зажигание и один раз нажать на щетки, чтобы они сделали весь цикл и вернулись обратно. Все, встали в рабочее свое состояние. А теперь сюда наживи и прижми просто поводок. Вот здесь. И нацель его примерно, как он должен быть, ну, наверное, где-то, где-то вот так вот для начала. Там посмотрим. Так, пошел второй. Так, ну, я думаю, это надо чуть-чуть повыше. Где-то вот так, наверное. Вот, перекручиваю там. Скорость максимальная, включи. Надо чуть-чуть перекрутить, мне кажется. Потому что она очень близко здесь. На скорости будет касаться рамки. Чуть пониже водительскую, да, надо. Максимальную скорость включай. Ну, все, сейчас она нормально доходит. Тут ничего внизу тоже не бьется. Поэтому так оставляем. Ну, что ж, подведем итог по полу. Выполнили работы. По нормам часа получилось 7,5 норма часа. По деньгам это где-то 3,500, 3,600. Ну, плюс-минус. Ни с какими лютыми проблемами мы там не столкнулись. В принципе, большую часть выполнял студент. Да, конечно, нюансики есть по выполнению работы. В общем, как я и сказал, да, Volkswagen Polo. Работы не особо интересные. С большими сложностями мы особо не столкнулись. Поэтому, возможно, немножечко скучновато получилось, да. Но уверяю, что впереди еще есть много интересных автомобилей. Где будет над чем поржать. Что-то подчеркнуть себе интересного. Будет тот же VAC. Porsche Macan, например. BMW на 20-х дисках с ремонтами подвески. Француз с заменой цепи. В общем, много чего интересного. Поэтому, если ты еще не подписался, то подпишись. А сейчас видеоролик заканчивается. Спасибо за просмотр. Все, пока. Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Кеф-теме. Субтитры сделал DimaTorzok Гудж мэн. Гудж мэн. Продолжение следует...